Жители Чехова, предприниматели Чехова, это социальные сети. Представлюсь, у меня проводит Наталья Комилкова, я уже больше 20 лет предприниматель, сотрудничаю с очень крупной шведской компанией, и 20 лет, можно сказать, занимаюсь обучением в области маркетинга, продвижения, и в этой области борюсь уже в достаточно серьезный срок. Тема сегодняшнего моего выступления – это тренды, работы, направления работы в социальных сетях в СМФ в 2018 году. Поделюсь какими-то новостями, почему именно такие фотографии поставили, потому что буквально пару дней назад была на встрече с группой шведов, которые вернулись из Питера. Наверняка знаете, что там состоялся у нас экономический форум, с Путиным встречались, и вот целая делегация нашей шведской компании присутствовала на этой встрече. И, конечно, поделитесь новыми-новыми какими-то тенденциями, чем я тоже с вами сегодня поделюсь, самым свежим, самым интересным. Ну и хочу сказать, почему, как говорят, есть люди, которые говорят, есть люди, которые имеют право говорить. В моих социальных сетях суммарно больше 20 тысяч подписчиков, и, ну, наверное, как бы понятно, что это не миллионы просмотров на YouTube, но в любом случае в этом направлении есть очень хороший опыт. Итак, мы сегодня с вами на форуме предпринимателей, и я хочу сказать, что предпринимательство для меня, для моей семьи, это такая, как бы, ну, большая-большая ценность, потому что еще в те советские времена мой дед был предпринимателем, когда-то выращивал то цветы, то рассаду, то дух предпринимательства во мне сидит уже очень-очень глубоко с детства. И я хочу сказать, что мы с вами несем очень-очень важную миссию, да, показывая людям возможности трудиться на себя, зарабатывать самостоятельно, да, самостоятельно решать свои проблемы, ставить себе задачи, ставить себе цели. И именно эти ценности я и транслирую в социальных сетях, и показываю людям. И почему сейчас это важно, почему и молодежи, и старикам, и вообще всем нужно доносить идею предпринимательства, потому что жизнь очень меняется, жизнь настолько бестатична. Вот посмотрите на эти факты. Я думаю, что они не оставят вас 100% равнодушными, потому что 65% сегодняшних школьников будут работать по профитам, которых еще нет. Представляете, как обновить 65%. Два миллиарда рабочих мест в 2035 году просто исчезнет. Не будет, да, работы, роботы заменят бухгалтеров, роботы заменят юристов, менеджеров и так далее. И, конечно же, развитие в сфере интернет-маркетинга, в сфере диджитал, да, это сегодня тренд, и молодежи нужно в этом направлении развиваться, а нам с вами подтягиваться к этому. И я даже такую, знаете, фразу здесь в слайде написала, что если у вас нет в социальных сетях, вашего бизнеса нет в социальных сетях, то у вас нет бизнеса. В социальных сетях это сегодня одно из самых быстро развивающихся направлений, одно из самых быстро развивающихся, это то, куда приходят миллионы людей. Я сегодня цифру вам зачитаю каждый день. И если говорить именно о рынке, то вы видите, что 39, да, пенетрация, то есть проникновение, проникновение мобильного интернета, социальных сетей, менеджеров в мире. 39% людей в мире, да, это огромные цифры, почти 3 биллиона, да, человек. 39% людей пользуются на сегодняшний момент мобильным интернетом. 42% пользуются мессенджерами, мессенджерами разными, да, там и Facebook мессенджеры, WhatsApp мессенджеры, Viber и все вот эти популярные. 53% людей на земном шаре вообще как бы каждый день заходят в интернет, да, то есть людей, которых каждый день заглядывают в социальные сети, в интернет, и становится с каждым днем все больше и больше. И если говорить о трех направлениях, я даже так хотела бы сказать, что, вы знаете, коротко если сказать, то заводите чат-ботов, вот об этом сегодня скажу, снимайте видео и создавайте сообщество. Вот те три тренда, которые шведы нам просто вот на протяжении нескольких дней пытались долбить. Итак, заводите чат-ботов, создавайте сообщество, неважно чем вы занимаетесь, в какой сфере бизнеса вы находитесь, и снимайте видеоконтент, это то, что сейчас будет двигаться. И, конечно, соцсети заставили любой бизнес посмотреть на себя по-другому, да, то есть пришлось нам многим переупаковаться, да, то есть сделать совершенно другое предложение. И те, кто на рынке давно, да, у нас есть предприниматели, даже вот здесь сидят в этом зале, даже лично некоторые знают, которые тоже 20 лет, кто-то в строительной сфере, кто-то в медицине и так далее, да, то есть и у нас такой опыт колоссальный, да, у нас база клиентов, но на самом деле вот сейчас как бы многие потерялись, потому что, ага, вот старый сайт уже не работает, старые методы рекламы вдоль дороги что-то повесить уже не работают, да, то есть сейчас как раз нам приходится пересматривать полностью свое предложение, которое мы несем людям. И ежедневно из 65 миллионов человек в России, выходящих в интернет, 90% людей, которые выходят, это люди, которые заходят в социальные сети. Представляете, какое огромное количество людей, то есть это миллионы человек. И, как я уже говорила, что если ваш бизнес не представлен в социальных сетях, значит, у вас нет бизнеса. И даже вот эти шведы, которые скептики, да, они так аккуратненько-аккуратненько, когда сначала говорили, мы только в Фейсбуке, Фейсбук деловая среда, мы больше нигде. Ну ладно, хорошо, мы еще будем ВКонтакте, да, то есть как бы вышли ВКонтакте. И когда уже буквально год назад уже сказали, ну хорошо, ладно, давайте мы и в одноклассниках тоже себя представим, да, то есть сегодня даже крупные миллионные компании понимают, что мы должны быть везде. Хотим мы это или не хотим? И почему же бизнес идет в социальные сети? Потому что буквально за 2018 год продажа в социальных сетях выросли в 10 раз. То есть, конечно, люди там готовы покупать, люди готовы там вкладывать деньги, людям нравится такой способ. И вот мой взрослый сын, 18 лет, он говорит, мама, это только у тебя возникает мысль, если ты хочешь что-то купить там, да, пойти в магазин, у меня уже такое не возникает, я тоже в интернете набираю. Он говорит, ну все равно ты набираешь где? Ну в Гугле, ну в Яндексе, да, в поисковике. Говорит, а я все набираю уже где? Либо в Инстаграм, либо ВКонтакте, то есть уже практически большинство людей хотят именно такой покупки в том числе. И, кстати, последовало его совету и стулья для своего нового офиса купила именно в Инстаграм. Написала, думаю, почему бы нет? Да, и прямо с константаза поднято вставили в лучшем виде. То есть это работает проверено на себе. Итак, как бы, несколько моментов. Первый момент, на который стоит обратить внимание, это мобильные устройства. Дело в том, что вот это у нас с вами данные по России. Вот я это даже дочитаю. Смотрите. Вот интернет-пользователей, да, вообще как бы в России увеличилось на 5 миллионов человек. Да, за последнее время. Возраст, кстати, 65 лет и старше. Таких пользователей, которым 65 лет и старше, увеличилось на 20%. То есть начинают дети потихонечку приучать своих близких смартфоном отбирать кнопочные телефоны и говорить, бабушка, внук хочет с тобой общаться по скайпу или через трансляции ВКонтакте, да. Количество пользователей в России в социальных сетях выросло на 15%. И если мы ранжируем с вами вот эти направления, да, по России, то как вы думаете, какая социальная сеть самая популярная в России? Как вы думаете? Ну кто-нибудь, поучаствуйте так, не сидите. ВКонтакте. Вы знаете, по данным, вот свежим данным, которые буквально с форума приехали несколько дней назад, более 63% россиян, можно сказать, ежедневно посещают социальную сеть YouTube. То есть 63% все-таки ютуберов у нас. На втором месте 61%, и вы, девчонки, были правы, действительно 61% это сеть социальная сеть ВКонтакте. На третьем месте у нас Одноклассники, там 42%, и на четвертом месте Фейсбук 35%. И я хочу сказать о том, что, посмотрите, какие у нас тут с вами цифры. Если обратите внимание, то вот здесь у нас нарисован компьютерик, видите, число пользователей, которые выходят на наши с вами бизнес-сайты, да, на наши с вами лендинги. С обычных компьютеров упало за последний год на 5%. Но цифра, рядышком желтое, мобильное устройство, количество людей, которые выходят на наши с вами сайты, на наши с вами ленды, смотрят рекламу, да, на которую мы тратим вешеные бюджеты, это выросло на 28%. Да, то есть цифры говорят, что они за себя. Но планшеты тоже, как ни странно, падают минус 9%, и это, наверное, будет следующая боль, наверное, молодого поколения. На 25% выросло количество людей, которые играют в игрушки. И, конечно, я думаю, что это тоже будет хорошая площадка для рекламы, да, и об этом стоит задуматься. Мне, конечно, от этого страшно, но, слава богу, бог милого, мой сын как-то в это не вылез, в эти игрушки. Вот это вам свежие цифры такие. И еще один момент, смотрите, люди проводят в социальных сетях, вообще в сети интернет ежедневно, знаете, какая цифра, 6 часов. Каждый день люди по 6 часов тратят на посещение интернета. Каждый месяц 3 миллиарда человек выходят в социальные сети. И количество пользователей социальных сетей растет буквально каждый день на глазах, да. По миллиарду пользователей прибавляется. Но, вы знаете, вот то, о чем нам шведы пошептали, все-таки общая тенденция такая, что все равно как бы вот потихонечку-потихонечку социальные сети начинают все равно надоедать. И вот сегодня я вам назову те тренды, которые, скажем так, заставят ваш бизнес или то направление, которое вы для себя выбрали, удерживать ваших пользователей в социальных сетях. Итак, первый момент, я уже сказала, обратите внимание на мобильные устройства, потому что на 30, на треть пользователей выходит больше именно с мобильников. И такой как бы, ну, лайфхак, я думаю, что многие уже об этом задумаются, но просто проверьте. Если в 15-м году мы проводили тренинг и говорили о том, что сайт можно загружать с мобильным устройством 8 секунд, и пользователь готов ждать, то в сегодняшний момент, как бы считается, что 4 секунды, если сайт не открылся, то пользователь обратно вернется в Одноклассники и будет дальше там юзать. То есть смотрите, подружите свои сайты с мобильными устройствами, сделайте так, чтобы они быстро открывались. Но если нет, вы можете открывать, сейчас такое, знаете, придумывают интересные разные заставки, чтобы человека даже на этапе открывания сайта развлекали. Вот, вы знаете, буквально на днях столкнулась с тем, что тоже, смотрю, сайт какой-то перешла, из социальных сетей что-то там посмотреть, и сайт грузится, грузится, я прям только думаю, сейчас выйду, что это какая-то фигня. И смотрю, там картинка, сидит какой-то программист, а к нему смерть с косой такая идет. И я просто как-то, так, интересно, и что это там такое? Смерть идет, идет к этому программисту, а потом бабки сайт загрузился, да? То есть вот так мы нашли такой выход интересный из ситуации, если даже невозможно поменять этот сайт. Почему мы вот так все это идем, социальные сети, мобильные устройства? Да потому что мы понимаем, где будут деньги, у кого будут деньги в ближайшие 10 лет. Да растут наши с вами дети, да? Выпускники школ выходят, и более активно в жизни начинают выступать поколения миллениалов. У них другие потребности, у них другие ценности, у них вообще другое отношение к бренду, к экологии. И если в эту тему погружаться, я могу еще 3 часа, как бы, говорить только о поколении. Поэтому, если говорить о социальных сидят, девчонки сидят, они первые. Где? В контакте, да? Они там живут. И я хочу сказать, что на самом деле, вот дети нас заставляют, сейчас у меня сын учится в Европе, и бабушка даже в контакте зарегистрировала, чтобы общаться с ребенком, да? Поэтому наши дети будут нами управлять, конечно. Следующее направление, это, конечно же, если мы говорим о рекламе, да, то реклама сейчас тоже поменялась. Если люди живут в соцсетях, если они там существуют, то мы там будем искать. И буквально за 2000, ну вот за последний год, да, поменялась и рекламный эффект, да, Яндекс.Директ. Совершенно другие настройки, не то, что было, как бы, год назад. Ну и если мы говорим о рекламе в социальных сетях, да, таргейтинг, то произошла, конечно, революция. На сегодняшний момент вы, если вот поднимите руку, есть люди, кто еще не использует рекламу в социальных сетях, кто не пользуется. Поднимите, пожалуйста, руку, ну, хоть так, в активнее. Что, никто не пользуется? Или все пользуются? Нет, все пользуются. Все пользуются. Вот, просто, да, признаться. Так вот, я хочу сказать, что вы, наверное, обратили внимание, что сейчас у нас с вами настолько тонко можно оследить портрет, да, когда мы настраиваем рекламу, то можно не только возраст человека выбрать, не только по геотаргетам, где он живет, да, но и можно узнать, сколько у него детей, какого они возраста, и именно этому человеку будет показываться реклама. Я сейчас даже нашла такую программу, которая позволяет, у меня их база подписчиков по электронной почте, даже позволяет загрузить в ВКонтакте эти базу, эти просто почт, и он тебе найдет этих пользователей уже по почте ВКонтакте, да, и именно по этой, по этим почтам, по этим данным вашим, да, по брифу, который вы по целевой аудитории составите, именно настраивать рекламу. Сегодня реклама у нас вот такая, да, обратите внимание, именно такая реклама работает. Вы видите, то ли тут веточки, то ли тут животное какое-то, кто знает, что такое нативная реклама? Нативная реклама – это естественная реклама, которая вписывается, чтобы она такая была ненавязчивая, невычурная. Нам очень-очень это нравится, и в социальных сетях именно такая реклама работает. Либо она должна прямо, прям взгляд остановить, такая, как бы яркая и вычурная, либо она просто должна слиться, да, в рекомендации какой-то звезды, в каком-то посту. И вообще, как видите, мы говорим о рекламе, да, нативной рекламе, сейчас очень хорошо работают именно посты, которые рассказывают какую-то историю. И когда мы сидели со шведами, они, конечно, как говорят, так, давайте придумаем, давайте придумаем историю про такой продукт, давайте историю про такой продукт, и это будет являться именно нативной рекламой, да, одним из видов. Следующее, как я говорила, это сообщество. Мы говорим о том, что сегодня есть тренд сообщества не только в социальных сетях, да, в группах каких-то, но и тренд живых собраний. Людям все равно надоедает смотреть телевизор, людям надоедает сидеть в гаджетах, и люди хотят встречаться. Поэтому, если ваше направление бизнеса позволяет это, то, конечно, вот такой для себя, возьмите галочку, событийный маркетинг. Сегодня люди хотят приходить на события, и эти события можно придумывать, просто вот высасывая из пальца, да. Я могу сказать вот прям свежий такой пример. У меня пару дней назад был юбилей, и один из предпринимателей нашего города поздравил меня с днем рождения, да, и сказал, что вот у вас такое событие, как бы давайте опразднуем вместе, придите, и вот вам будет, я вас угощу кружкой чая, устрою именно для вас вот такое вот мероприятие, где вы продегустируете там 10 видов чая, да. Ну здорово же, ну классно придумано, я давно собираюсь в этот магазин сходить, а так я точно пойду. Да, то есть сообщество, разные мастер-классы, занятия танцами, какие-то мамочки на кружочке, лекции по косметике в таком центре, клубы, на разные и разные направления, по здоровью и не только. И, как вы видите, сообщества, они тоже бывают разные, я про это углубляться не буду, но просто если вы хотите в своем бизнесе завести сообщество, просто посмотрите для себя, да, что оно может быть, как бы, каким-то вызовом, да, по достижению цели, ваше сообщество может просто развлекать, ваше сообщество может просто людям дарить какое-то место, да, хранение какое-то, да, или где можно подчеркнуть что-то интересное, а может это быть просто общение, да, и развитие личности. Следующий момент, хочу, кстати, сказать, что сегодня на выставке представлен один из тоже предпринимателей наших, прямо рядом, знаете, с нашим стендом, он стоит по поводу видеоконтента. Ребят, парень приехал из Москвы, да, здесь купил дом, работал на заграницах, в Америке, снимает крутые вообще ролики, и на сегодняшний момент видеоконтент рубит. И, как говорят эксперты, да, это было выступление генерального продюсера Фейсбука, что видео на ближайшие пять лет сохранит свое преимущество, то есть именно видеоконтент в сторис, видеоконтент в ВКонтакте, да, в Фейсбуке или просто на Ютубе. И в связи с этим, как я уже говорю, что живые презентации, живые мастер-классы, они имеют приоритет в показах. То есть если вы хотите развивать соцсети и просто выкладываете посты, вас, возможно, будет видеть очень мало народа. Поэтому для того, чтобы вас увидели многие, нужно что сделать? Нужно обязательно выкладывать прямые трансляции, выходить, выходить, как бы, и показывать себя живьем. Людям это нужно. Как я уже говорила, если вы хотите в этом году сделать прорыв в бизнесе, то чат-боты, видео и сообщество. Так вот, про чат-боты. Это действительно на сегодняшний момент то, о чем нужно задуматься. Потому что, опять же, шведы, они у нас видят на 10 лет вперед и говорят, что скоро не будет у нас уже одного окна там где-то в кассе, чтобы покупать билеты. Скоро не будет у нас окошек, чтобы платить за квартиру. Скоро не будет горячих линий. Все это заменит мессенджеры. Все это заменит роботы. И социальные сети, конечно, они встраивают, практически любая социальная сеть, за исключением, наверное, одноклассников, встраивает любых роботов. Поэтому на это просто обратите внимание. Сейчас есть куча людей, которых можно во фрилансе найти, и они вам этих роботов настроят. И как можно это применять? Да, то есть, смотрите, на ближайшие 5 лет либо у вас есть боты в мессенджерах, либо у вас нет бизнеса. Это еще одно направление, в которое стоит инвестировать и двигаться. Почему? Потому что, ну, не читают люди почты. 5% только открывают у нас почты. И 95% любят просто поболтать. Сири с роботом даже уже интересно. Чего вам там такой ответит? Да, и вы смотрите, куда можно применить в вашем бизнесе робота? Это и выкладывание контента, да, с помощью роботов на ваши сайты и в аккаунты в соцсетях. Это прием платежей, прием заказов. Это даже холодные звонки. Это привлечение к трафику. Это и обучение, и продажа, и даже запись на прием, кому это актуально. Да, и вы видите, что здесь такой пример, как через робота интернет-магазин. В Telegram, пожалуйста, очень легко и классно работают интернет-магазины в виде робота в Facebook, в Messenger. Настраиваются тоже достаточно просто. Пожалуйста, оплата коммунальных услуг и так далее. Еще один момент. Обратите внимание, я уже сегодня сказала, на одноразовый контент. Это могут быть в реплине трансляции, потому что видео рулят, но и просто одноразовый контент в виде сториз. И именно эти картинки, скажем так, эти посты будут иметь приоритет в показе. И в Facebook, и в Instagram, и в ВКонтакте в том числе. И если мы говорим, а я не знаю, что показать, а я не знаю, ну, ребят, вы в любом случае эксперты в своем бизнесе, вы чем-то торгуете, вы лучше вас никто не знает, вы чему-то обучаете, вы несете что-то в массы интересное. Поэтому, конечно, сегодня покупатели хотят от брендов обучения. То есть они не только хотят прийти полечиться, они очень хотят, чтобы вот сегодня Наталья Сергеевна нам в 17.30 рассказала о том, как же быть здоровым. а не просто тратить деньги на лекарства. Мы не просто хотим купить плитку, я сейчас вот ремонт делаю, я хочу, чтобы мне прямо рассказали все про эту плитку, показали возможности и даже, может быть, какие хитрости, как ее положить. Если мы говорим по контенте, то обратите внимание на этот момент, что контент по-прежнему остается разным, да, и если мы говорим, опять же, по тому, что людей интересует, где они готовы зависнуть, где-то обучающий контент, он занимает должен 30% постов в ваших социальных сетях. Продающий контент только 5%, не увлекайтесь. У меня есть такие тоже друзья, как вот Инстаграм, я честно скажу, я отписалась, мне противно, когда мне каждый день продают, каждую минуту продают, ничего не давая взамен. Новости, коммуникация, репутация, что это такое? А вот я получил грамоту, а вот я поехала поучилась, а вот я встретилась там с кем-то. То есть ваша репутация тоже в глазах ваших пользователей должна расти. Естественно, смеха и развлечения, дискуссии, задавая вопросы, ну и конкурсы. Конкурсы уже отходят, но тем не менее все равно это еще имеет место быть. Вот. И если мы говорим о том, что вы сегодня только-только начинаете задумываться о том, как в ваших социальных сетях двигаться, потому что почему такая заявка была, что давайте про это поговорим, то я бы хочу сказать, что на самом деле вот такая схема, она поможет вам двинуться с мертвой точки. То есть ваша задача проанализировать ситуацию, посмотреть объективно на ваших конкурентов, где справа, слева, разработать стратегию и тактику, ну и, конечно, начать действовать и контролировать все это время. И вот две буквально два слайтика покажу вам. Тоже не все знают, что такое есть как бы Google Trends и вот такие вот. Просто сфотографируйте, кому это интересно. Вот эти штуки, как бы эти сайты и приложения, они помогут вам провести очень хорошо анализ конкурентов ваших. Вот. То есть там прям все выкладка. Что они говорят, как говорят, кого говорят, какие количества говорят. Вот. То есть вот эти вот фишки, они работают, да, чтобы в социальные сети зайти уже подкованным. И, кстати, вот у нас буквально тоже неделю назад был деловой пикник Пешкова, и нам прям сказали, что без этого нельзя начинать прям расчертить таблицу, все писать, все проанализировать, и потом только тактику разрабатывать. Я вам хочу сказать, что ничего невозможного нет. Социальные сети нас ждут, пользователи сидят там сутками, людей, которые туда добавляются, их очень много. Вот. А это я хотела просто... Поэтому ничего невозможного нет. Я вам желаю хороших продаж, большого развития. Приходите к нам в офис, пользуясь случаем. Торговый центр весна всегда вам рады. Редактор субтитров А.Семкин